Всем привет, с вами Информ ТВ. Марьяна Стриженова – одна из самых красивых актрис советского кинематографа. У нее было множество поклонников, а именитые режиссеры заваливали артистку предложениями о сотрудничестве. Однако, вскоре в ее жизни началась черная полоса. Родилась Марьяна в ноябре 1924 года в Москве. Ее мать Мария Алексеева-Бебутова была профессиональной актрисой, а отец Александр Грызунов тоже окончил театральный. Оба родителя Марьяны служили во МХАТе. Они часто брали дочь на спектакли и репетиции. Маленькая девочка буквально влюбилась в сцену. В 18-летнем возрасте девушка вышла замуж. Ее избранником стал молодой подполковник Кириллов. К сожалению, их семейное счастье продлилось недолго. Свои коррективы в жизнь советских людей внесла война. Супруг Марьяны отправился на фронт. Им больше не суждено было увидеться. В конце войны Кириллов погиб. Наша героиня тяжело переживала смерть любимого мужа. И только искусство помогло ей выйти из глубокой депрессии. Девушка продолжила свое образование. Она поступила в студию театрального искусства в Москве. И в 47-м она закончила это учебное заведение. Проблем с трудоустройством у талантливой актрисы не возникло. Ее сразу же приняли в труппу театра имени Моссовета. И в данном театре она проработала целых 10 лет. В ее копилке немало ярких театральных ролей. А вот на экранах Марьяна появилась в 50-м году. Она снялась в музыкальной комедии «Щедрое лето». Далее последовала картина Тараса Шевченко. Но фильм, который принес ей настоящую популярность, это, конечно же, был овод. При этом ее отношения с Олегом Стриженовым перенеслись с экрана в реальную жизнь. Вскоре влюбленные сыграли свадьбу, а в 57-м стали родителями очаровательной девочки. Малышку назвали Наташей. Теперь при общении с режиссерами и сценаристами наша героиня представлялась как Марьяна Стриженова. Хотя до этого она выступала под фамилией матери Бебутова. И вроде все было прекрасно. Личная жизнь складывалась благополучно. У нее есть любимый муж, красавица-дочка. Однако в 68-м году семейное счастье разрушилось. Стриженов объявил супруге о том, что встретил и полюбил другую женщину. Его избранницей оказалась актриса Любовь Земляникина. Наша героиня не стала останавливать мужа и согласилась на развод. Но при этом фамилию его она себе оставила. Актриса очень тяжело переживала этот период. Но она нашла в себе силы продолжить развивать свою кинокарьеру. Стриженова регулярно получала предложения от режиссеров. Однако таких значительных работ, как лента «Овод», у нее больше не было. Актриса начала играть возрастных героинь. К примеру, в приключенческом фильме «Капитан Немо» ей досталась роль матери Жаклин. Всего же в ее творческой копилке 26 киноработ. В 84-м она приняла участие в создании документального фильма «Я научу вас мечтать», а также озвучила польскую ленту «Локис». Развал СССР негативным образом повлиял на все сферы деятельности абсолютно каждого гражданина. Не стала исключением и некогда популярная актриса Мариана Стриженова. Мало кто знал, что она едва сводит концы с концами. В 88-м она снялась в двух картинах – «Артистка из Грибова» и «Отцы». Все, на этом ее кинокарьера закончилась. В 87-м году Наталья родила Марианне внучку. Девочку назвали Сашенькой. К тому моменту Мариана Александровна уже находилась на заслуженном отдыхе. Ее ежемесячным доходом была небольшая пенсия, плюс скромная доплата от гильдии актеров. При этом женщина никогда не жаловалась на свое бедственное положение. Маленькая Саша посещала школу с театральным уклоном. Родственники и соседи были уверены в том, что Александру ждет блестящее будущее в мире кино. Однако судьба распорядилась по-своему. В середине 90-х Наталья Стриженова начала злоупотреблять алкоголем. Все попытки ее вылечить оказались тщетными. В 2003 году она ушла из жизни. Причиной смерти дочери Марианны стала остановка сердца. Она приняла таблетки фенезепама и запила их алкоголем. Актриса не смогла смириться с ранним уходом дочери. Чтобы хоть немного облегчить свою душевную боль, она начала тоже тайком выпивать. Внучка Александра заметила это, но решила не раздувать из этого грандиозный скандал. Постоянное безденежье толкнуло актрису на отчаянный шаг. Марианна Александровна нашла человека, с которым в апреле 2006 заключила договор пожизненной ренты. Ей должны были выплатить 200 тысяч рублей, а затем ежемесячно перечислять небольшую сумму. А после смерти Стриженовой квартира будет принадлежать новому собственнику. Вот только денег звезда советского кинематографа так и не дождалась. Спустя 12 дней после подписания злополучного договора Марианна Стриженова умерла. При этом ничего не предвещало беды. Пожилая актриса весь день хлопотала по хозяйству, общалась с Сашей. Внезапно женщина поплетнела и схватилась за сердце. Внучка уложила бабушку на кровать, а сама вызвала медиков. Скорая помощь прибыла лишь через 30 минут. Врачи констатировали смерть Стриженовой. Свой последний приют любимая многими актриса обрела на Головинском кладбище в городе Москва. Рядом находится могила ее отца, Грызунова Александра Ивановича. Как сложилась жизнь у Александры, неизвестна. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Удачи!